Добрый вечер. Сегодняшние наши герои – это художники абсолютно разных поколений, разных культур. Лото Пин – немецкий художник послевоенного поколения, один из участников группы «Зиро», группы «Ноль», может быть, такой самый, значительный именно группы движения в послевоенном искусстве Западной Германии. Цай Гацан – один из самых знаменитых современных китайских художников, это вот этот феномен нового китайского искусства, может быть, такая же звезда, как международная, как Айвэйвэй, например, хотя в Китае он, в общем, давно не работает, он о том, что он делает. И где он работает, я расскажу, естественно, позже. Общее у этих двух художников, наверное, то, что оба они сделали пространством осуществления своих проектов неба, оба они работают в небесах. И Ото Пин является изобретателем такого нового направления, скай-арт, небесное искусство. Вот был ленд-арт, о котором мы несколько раз говорили, вот Ото Пин придумал скай-арт, и в каком смысле продолжателем этого скай-арта небесного искусства является Цай Гацан сегодня. И оба они работают со стихиями, со светом и с огнем, который они по-разному используют. Ну, собственно говоря, Ото Пин, с которым он первый герой нашей сегодняшней лекции, немецкий художник, поколение, принадлежащее к тому поколению, которое совсем юношами застало войну. Это было, на войне он успел повоевать и побывать в плену, это была обязательная воинская повинность, поэтому никто избежать этого не мог. Но при этом, в отличие от художников, немножко более старше, чем он, для него было принципиальным, когда он вернулся с этой войны, когда он получил художественное образование, было принципиальным начать какую-то новую жизнь, придумать новые перспективы для этой самой страны, которая, пережившей чудовищную трагедию, пережившей чувство вины чудовищное, которая несколько поколений немецких художников и немецких деятелей культуры изживала. Вот смысл группы «Зеро», почему название «Зеро», почему «Ноль» – это обнулить счет, это вернуться к нулю, это начать все сначала. И вот этот отсчет «Начать все сначала» – это было то, придумать абсолютно новое искусство, начать с нуля. Это было то, чем занималась группа «Зеро», одним из основоположников, который был Мутепины, а другим его соавтором, сооснователем группы «Зеро» был Хайнс Мак. И чуть позже к ним присоединился Гюнтер Йокер, может быть, вы его помните, это была одна из первых привозных выставок в Москве, замечательный немецкий художник, который забивал гвозди. Это такие вот очень красивые объекты, ощеривающиеся гвоздями. И начинал Пин, естественно, как все художники его поколения, с живописи, с фигуративной живописи. Вот одна из ранних его фигуративных работ, такая нехарактерная, занятна тем, что в ней уже появляется та тема, которая для него будет важна. На летающие люди для него уже появляется история про полет, уже появляется желание оторваться от Земли. И вот эта идея оторваться от Земли будет одной из главных идей группы «Зеро». Начинает он уже в рамках группы «Зеро», которая была основана в 1957 году, как раз начинает он с того, что он придумывает вот такие вот картины-решетки. Это в каком смысле живопись без живописи, это абстракция, абстрактная живопись, сделанная по трафарету, и абстракция, которая монохромная. Монохромы тогда были одним из главных открытий этого времени, потому что одновременно монохромы делает и в Кляй, на котором мы говорили, и это тоже такое освобождение от живописи, освобождение от рукотворности и освобождение от той чрезмерной психологизированности и мелодраматизма, которым была нагружена живопись того времени, в том числе и абстракция, лирическая абстракция, ташизм, те формы абстракции, которые были мейнстримными после войны, после военной десятилетия. Избавиться от этого излишнего драматизма, избавиться от психологического угроза и в каком-то смысле избавиться от антропоцентризма. В общем, ситуация, в которой оказались художники поколения Утопина, была очень похожа на ситуацию, в которой оказались представители исторического авангарда после Первой мировой войны. Вся цивилизация, какой они ее знали, вся культура, привела к абсолютному краху, поэтому нужно начать все с нуля, нужно, как это делали дадаисты, как это делали участники Баухауза, надо начать все с нуля, надо придумать какие-то новые ориентиры и надо отказаться от этого, от психологизма, от антропоцентризма, от всей предыдущей культуры, которая ни к чему, кроме как к краху привести не была способна. Поэтому возникает вот эта вот нулевая степень живописи, если перефразировать, нулевую степень письма Ролана Барта, живопись, написанная по решеткам, живопись монохромная, живопись, которая состоит, в общем, не столько из живописных, сколько из оптических эффектов, если рассматривать эти картины близко, да, это рельеф, и работает в этих монохромных картинах не краска, не мазок, потому что там нету мазка, она сделана как бы, это живопись, которая сделана не мазками, без участия руки, без такой физической вовлеченности художника, а работает там свет, то, как эта поверхность отражает свет, то, как она, то, как работа, вот эта работа со светом, работа с поверхностью и работа с некими оптическими эффектами. Группа Зира была, в общем, современниками такого направления, как оп-арт, оптическое искусство и кинетизм, то есть все новые искусства, которые работали, ну, продолжала этот сюжет довольно долго, которые работали с идеями движения, света и пространства. И эти идеи движения и света, были также одним из главных историй группы Зира, для которых эта устремленность вверх, устремленность, ощущение движения света, неба, были обещанием некой новой утопии, потому что, что делает группа Зира, как бы вернуться, начать все с ноля и создать новую утопию. Неким их слоганом было, что каждый достоин лучшей жизни, и вот это указание на лучшую жизнь, вера в лучшую жизнь, и была утопическая основа этой группы, которая во многом вернулась к утопическим устремлениям исторического авангарда после Первой мировой войны. И идея решетки и света, идея у парта привела Пина к тому, что он придумывает новый вид искусства, он придумывает так называемый световой балет. Это световые инсталляции, то есть это те же самые решетки, те же самые структуры, через которые пропускается свет, это все движется, это кинетическое искусство, это подключение идеи, еще одной идеи технологии, науки и прогресса. Опять-таки, это некое очищение науки, очищение техники от того, как бы, ну такая декабилизация техники, технологий, потому что до этого технология ассоциировалась исключительно с войной, все техники были военными, свет был угрозой, свет был там, это то, что было угрозой. И вот эти все, как бы, очистить эти идеи технологии, прогресса от того, что это что-то обязательно несущее угрозу, связанное с войной, связанное с агрессией, представить такой световой балет, представить технологии, как бы, абсолютно неутилитарные, да, это абсолютное создание вот такого светового шоу, почти предвосхищающего, собственно, дискотеку, да, предвосхищающую светомузыку, идеи светомузыки, которые появляются, опять, ну не появляются давно, да, появляются еще и у Скрябина, тоже в историческом авангарде, но становятся опять популярными в 60-е годы, когда, собственно говоря, и существовала группа Зира и Оттепина, вот он придумывает все эти невероятные, ну действительно уже совсем дискотечные конструкции, но за всей этой дискотекой, за всей этой дискотечностью тогда нужно вспоминать, помнить, что это был утопический посыл, что это была идея вот этого лучшего мира, что это была идея оторваться от Земли, оторваться от драмы, обратиться к новому миру, в котором главное, что происходит, это идея космоса, это идея, как бы, новая идея прогресса, новая идея, как бы, будущего, которая в 60-е, так же, как и 10-е, 20-е, это, может быть, одно из самых утопических эпох в 20-м веке, но при этом это такая утопия, которая немножко еще является психоделической и фантастической. Давайте мы посмотрим первый фрагмент, как, собственно говоря, вот этот самый световой балет, как это выглядит, когда это все не фотография, это все-таки кинетическое искусство, как это все выглядит в движении. Покажите, пожалуйста, первое видео. А там звука нету разве? Как бы, в принципе, когда эти проекции показывались, они сопровождались звуком, специальную музыку под них не писали, и показывал их утопины в сопровождении джаза, в основном такого экспериментального джаза того времени. Конечно, связь того, что происходило в искусстве, в том числе в том, что делала группа Зира, с тем, что происходило в музыке, это тоже достаточно интересный сюжет, который можно, если кому интересно, продолжить исследовать самостоятельно, потому что человеком того же поколения, что и утопины, участники группы Зира, был, например, немецкий композитор, один из основоположников современной электронной музыки, Кархальт Штукхаузен, для которого тоже была, как и для всей электронной музыки тогда появляющаяся, тоже, наверное, был важен этот сюжет, от как бы некой реабилитации технологий, реабилитации прогресса, это вот то, что их связывает, и потом то, что такую новую немецкую культурную идентичность, послевоенную, создает, вот в Германии времен уже холодной войны, это опять-таки события, происходящие в искусстве, потому что там достаточно мощно развивающееся искусство, и также мощно развивающаяся музыка экспериментальная, в том числе экспериментальный рок, крауд-рок, ну, так, отступление. Наверное, закончим на этом ролик, да? В общем, более не менее понятно, как эта замечательная светомузыка конца 60-х выглядела, вот, и вот всевозможные предметы, которые от нее остаются, и идея света, света, который становится главным медиумом искусства для утопины, света, который одновременно, свет — это и электричество, и техники, и свет — это стихия, и вот такой более, как бы, его достаточно поздняя вещь, это мемориал, поставленный на месте угольной шахты, которую завалило, в которой погибли люди. И Пины придумывает такой вот памятник, да, этим погибшим, памятник этому несчастью, которое случилось в промышленной эпохе, индустриальной эры, опять-таки, вы помните, когда мы говорили про Абехеров, что вот это все, это конец индустриальной эры, 60-е годы происходившие, это тоже один из сюжетов, который проходит через творчество очень многих художников, да, разных поколений, и вот то, что сделал Пин, он сделал такую огромную, огромную шахтерскую лампу, которую он поставил над этой шахтой, и для него лампа, которая загорается вечером, и лампа, которая для него символизирует то, что вот этот свет прогресса, ангел прогресса, вечерами может, ночами может превращаться в дьявола, да, что это вот демоническая суть прогресса, которая тоже есть, к чему он приходит уже в 90-е годы, в 98-м году он этот проект придумывает, и вот осуществлен он в 2007 году, просто пока собирали средства на его осуществление, достаточно мощный проект. Но вот и идея всяких световых проекций, идея картин, которые на самом деле как светописи, она тоже для Пины проходит через все его творчество, такие достаточно поздние вещи, это, собственно говоря, отверстия, пробитые в металлических листах, и источник света, который помещен за картиной, вращается, там еще мотор есть, то есть это такая вот движущаяся, буквально движущаяся картина, движущаяся живопись, и движущаяся световая живопись, которую он продолжает делать. При этом, как я уже говорила, свет, и это не только технология и электричество, свет, это еще стихия, это еще возвращение к природе, почему возникает идея отказа от психологии, в том числе отказа от такой чрезмерной психологизации, чрезмерной антропоцентричности, что одно из высказываний Пины, что надо понять, что мир вокруг человека все равно больше, чем мир внутри человека, и надо снова почувствовать себя частью этого мироздания, обратиться к стихиям. Поэтому возникают вот такие названия, там, чистая энергия, глаз, солнце, луна, и возникает желание, собственно говоря, эти стихии использовать в творчестве. В конце 50-х годов эту пену начинается давать картины при помощи огня. Ну, надо сказать, что начинает он это не первый, потому что примерно тогда же, если, может быть, чуть позже, чуть раньше, в общем, одновременно с ним такую же живопись огнем начинает делать Эв Кляйн. Эв Кляйн, с которым группа Зира прекрасно была знакома, они познакомились в 57-м году, потому что первая выставка, одна из первых выставок у Кляйна была в Германии. Вот, они тогда познакомились, действительно были друзья, и Эв Кляйн был женат на сестре Юкера, то есть это были предельно близкие связи группы Зира и Эв Кляйна с его изобретениями, с его использованием стихий в творческом процессе создания работ, с его утопическими такими построениями, с его идеей пустоты и монохромов и отказа от живописи. И, конечно, все это происходило рядом, все были в курсе всего происходящее событие, но, пожалуй, то, что интересно, что все-таки Зира и Эв Кляйна были гораздо менее радикальными художниками, чем Кляйн, там, где Кляйн выходит в пустоту и в отказ от живописи, в отказ, уходит в концептуальное искусство, фактически, группа Зира все-таки приходит к тому, что все эти открытия, все эти разрывы, жесты великого отказа от каких-то предыдущих представлений о том, что такое искусство, можно использовать как формализм, как формотворчество. Это достаточно формалистическая группа, и то, что делает Пина, вот эта живопись, сделанная при помощи огня и дыма, это все равно остается очень, ну, остается картинами, остается картинами, в которых присутствуют все полагающиеся живописи, там, колористические, композиционные и прочие формы, то есть это остается таким очень, действительно, классным, красивым искусством, которое он продолжал делать на протяжении всей своей жизни. То есть все равно, как бы он не пытался отказаться от живописи, он продолжал создавать эту картину тем или иным способом сделанные и доказывал, как бы, возможность все эти истории, все-таки все эти технологии применить для того, чтобы продолжать создавать искусство в таком классическом варианте, хотя сам этот процесс создания живописи огнем был, конечно, предельно зрелищен, хотя, насколько я знаю, публично он не делал из этого перформанса, он не делал публичные сеансы, вот живописи огнем, как публичный сеанс. Но при том, что живопись огнем, как бы, перформансом не становилась, Пина достаточно тоже в середине 60-х годов все-таки обращается к жанру перформанса, к жанру некого зрелища, и это тоже, как бы, перформанс, который мы сейчас, можно назвать мультимедийным, тоже с космогонической историей, это участие всех стихий в нем. Но что это такое? Это проекция, это, опять-таки, живопись светом, это абстракция, достаточно цветная, вот так это выглядело, красочная, тоже, как можно сейчас сказать, что это та же самая прекрасная психоделическая эстетика 60-х годов, где бы тоже задействовался свет, задействованы всякие, и задействованы надувные структуры, на которые пространство, на которые все эти прекрасные цветовые пятна проецируются. Вот так выглядела реконструкция этого перформанса, сделанная в 2014 году, на последней выставке, такой ретроспективе от Эпина, которая проходила в Берлине, в Новой галерее, и, конечно, это сейчас, причем даже в современном варианте реконструированном, это выглядит более, даже, может быть, более наивно, чем на снимках 60-х годов, и, конечно, немножко напоминает вот эту эстетику ламп, магма, в которых плавают всякие замечательные тягучие пузыри, в общем, такой тоже симпатичный объект, родом, наверное, из 60-х, и вот из этой самой ретрофутуристической эстетики, конечно, в 2014 году это выглядит вполне себе ретрофутуристическим, но, тем не менее, вполне впечатляющим, тоже, если можно, мы покажем, я покажу фрагмент, как это выглядело, но с точки зрения зрителя, это, судя по всему, какая-то любительская съемка, сделанная в Берлинском музее в 2014 году. Можно следующее? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, такое более-менее дает об этом представление. И что еще интересно, что появляется в этой работе, появляется не только то, что это инсталляция, которая, как и в световом балете, становится пространством, что это пространство, в которое попадает зритель, это пространство перформанса, в современной версии глился полчаса, то есть это пространство медитации, это пространство, в котором ты должен как-то изменить сознание, уйти в другое измерение, то есть пережить некий экспириенс, для которого это сделано, оторваться от земли, оторваться, обнулить свое сознание. Ну, и тем, что там начинают использоваться скульптуры, что там начинают использоваться пространства, и вот эти надувные конструкции, надувные шары, на которые делаются эти проекции, которые меняются в зависимости от поверхности, на которую они проецируются. Вот такой вот шарик надувной с проекциями еще был показан в музее Гугенхайма, где он как раз для этого очень сложного, для выставления традиционного искусства, замечательной архитектуры в музее Гугенхайма, как раз там этот шар, конечно, невероятно эффектно смотрелся. И использование проекции и технологии, уже медиатехнологии, потому что то, что делает УТУПИН, это еще и начало искусства новых медиа, начало такого расширенного кино, это тоже одна из концепций 60-х годов, расширенное кино, когда это было, под которое еще много чего понималось, в том числе проекции фильмов или слайдов на всевозможные неправильные поверхности, темненные экраны, вот на всякие там, в том числе пузыри, там, выгнутые стены, надувные скульптуры, там, это тоже была одна из историй 60-х, начавшаяся в том числе с УТУПИНа. Также, как и с него, вот в сотрудничестве, он вместе с Альдой Тембелином, он основывает театр, Black Gate, театр, который был в Германии и в Америке. И это театр, про который очень сложно сказать, да, в современных терминах, это театр драматический или это кинотеатр, потому что это театр, который специализировался вот на таких вот мультимедийных представлениях, в которых были проекции, но это были проекции на некое пространство, на некое действие. И вместе с Альдой Тембелином Пина делает, в 68-м году делает тот же шинопионерский эксперимент, он делает первую телепередачу, которая мыслилась как произведение искусства, то есть первое использование телевидения как медиа современного искусства. Это тоже был такой вот конец 60-х, начало 70-х, даже начало 80-х. Была такая прекрасная, абсолютно утопическая идея, да, что каждая новая технология, рождаясь, несет в себе элемент утопии, что как бы вот когда радио появилось, там итальянские футуристы считали, что радио можно использовать для создания авангардного искусства. Если новая медиа современно тому искусству своего времени, то считалось, что радио должно быть носителем авангарда. Из этого не очень что-то получилось. Точно так же в телевидении в 60-е годы мыслилась, как новая медиа, которая, наконец, выведет, сделает искусство общедоступным, выведет искусство из плена музеев и коммерческих галерей, что это искусство, которое может принадлежать всем, что это искусство, которое не показывается по телевизору, а искусство, которое существует в телевизоре, произведение искусства, существует на экране в тот момент, пока идет трансляция. Это не показ картин, да, это не показ перформанса, на котором надо присутствовать, а именно это и есть произведение искусства. Ну, понятно, что из этого тоже не очень много чего получилось, но эта идея там где-то до 80-х годов существовала, и, может быть, до сих пор где-то существует. И вот такую вот одну из первых телепередач, телевизионную передачу «Современное искусство» в 68-м году делает ПИНа. Ну и, соответственно, возникает вот такой вот прекрасный объект, вот такой вот замечательный телевизор, как телеприемник, как произведение искусства. И идея, тоже связанная с этим мультимедийностью, идея архитектуры, да, его ПИНа очень интересовала архитектуру, очень интересовал синтез света, проекции визуального искусства и архитектуры. Идея, опять-таки, абсолютно тоже унаследована из авангарда 20-х годов, 10-х, 20-х годов. Одним из очень значительных таких и близких художников для ПИНа был Ласло Махойнати, да, о котором мы говорили, один из профессоров Ваухауса, тоже еще в 10-е, 20-е годы придумывавший мультимедийное искусство, придумавший, как было бы прекрасно делать паблик-арт с огромными проекциями на стены зданий, то, что тогда не, Махойнати, не получилось там по техническим и финансовым причинам его эпохи, и то, что получилось все-таки как раз у художников, начиная с поколения УТИПИНа, вот такие вот кинетические скульптуры фантастические, да, которые он делает, изменяя облик зданий, да, то есть такое вот начало паблик-арты, когда здание превращается в такие сроки. Научно-фантастические конструкции. И, опять-таки, ПИНа одним из первых начинает делать надувные скульптуры, да, надувные скульптуры, которые сейчас мы все ассоциируем, там, не знаю, с рекламными акциями, с какими-то эстрадными попсовыми шоу, но которые начинаются, чтобы были как раз, появились в 60-е годы. Это современная выставка в музее современного искусства Тегерана, да, вот такой есть там музей современного искусства, и там вот такие вот эти прекрасные работы тоже показывают. Вот идея надувных скульптур, вообще некая идея, которая приходит из 60-е годы, наверное, появляется из авангарда, вообще некая идея вот этой надувных конструкций, это такое что-то, что-то такое очень 60-е годы, да, потому что это одновременно и утопическое, и воздушное, и устремленное в небо, и отчасти наследующее таким ретро-футуристическим представлением о там огромных дирижаблях и воздушных шарах, то есть такая идея вот почти жюльверновского будущего, которая реализуется, и с другой стороны, это будущее, это утопия немножко игрушечная, да, это все равно детский шарик, это все равно игрушки, вот эта утопичность и инфантильность 60-х годов, она вот в этой любви к надувным структурам, наверное, воплотилась, и дальше, опять-таки, наверное, все-таки из идей современных, передовых дизайнеров и художников того времени, собственно, перешла в массовую культуру, скажем так, почему массовую культуру, то уже все-таки начиная с каких-то солитарной массовой культуры, если говорить вот там о появлении надувных скульптур в концертах, да, то первое, это они Pink Floyd делали, которые были тоже таким авангардом своего времени, вот эта там надувная свинья, и они, собственно, тоже это какое-то, что-то существующее вот на грани этого, современного искусства и уже, ну, более-менее поп-культуры, да, и Пина тоже придумывал свои конструкции, вот эта вот берлинская звезда, огромная суперзвезда, она придумывалась для, в идеале, она должна была быть частью перформанса. Пина дружил с Нам Джон Пайком, еще с тех пор, когда Нам Джон Пайк был в Германии, и Нам Джон Пайк основоположник искусства новых медиа, видеоарта, это, наверное, человек в своем утопическом видении прогресса, очень близкий к тому, что делала группа Zira, хотя они совершенно разные по эстетике, но вот это утопическое видение технологий, их, наверное, очень сближало. И Пина придумывал перформанс для постоянного соавтора и партнера Нам Джон Пайка, виолончелистки Шарлотты Мурман, где она должна была играть, находясь внутри этой вот звезды надувной конструкции, которая должна была вот летать, внутри этой летающей звезды находятся музыкантши, играющие на своей виолончели, но, по-моему, из этого ничего не получилось, но вот как бы идея, чтобы показать, для чего это могло быть, и вот эти вот огромные надувные скульптуры, надувные, устремленные в небо, пины, тоже стали таким вот фирменным знаком, придумкой пины, и частью перформанса, вот такой вот огромный перформанс, первый он делает в 1977 году в Касселе, на знаменитой выставке документа, которая проходит раз в пять лет в Германии, это одна из главных европейских выставок, форумов современного искусства, и вот дело сделает он там, это в сотрудничестве с МИТом, МИТ это Массачусетский технологический институт, знаменитое учебное заведение, в котором пины преподавал, потому что на самом деле с середины 60-х годов он живет между Германией и Соединенными Штатами, потому что его, вот это его утопическое видение прогресса в Штатах оказывается, как бы, так сказать, более уместным, чем в Германии, потому что в Германии все-таки там изживание травмы, и такое более серьезное и драматическое видение того, чем должно заниматься современное искусство, победило, да, это там то, что делал Бойс, например, хотя с Бойсом они тоже были прекрасно знакомы, группа Зира начиналась в том же городе Дюссельдорфе, где начинал свою карьеру художественную Бойс, поэтому это все было рядом, но, собственно говоря, вот эта прекрасная прогрессивная вера в прогресс, вера в техническую утопию, она была как бы более велком в Соединенных Штатах, в которых пины, собственно, живет и преподает, опять-таки, все эти идеи устремленности в космос, того, что наш век — это век астронавтики, это век космических полетов, она там как-то была более к месту, и по-другому воспринимали его, тем более, что он в этот момент, он попадает в идеальную для себя компанию, он работает с основателем, собственно, художественной факультеты или, не знаю, департамента, как это можно назвать, Георгием или Дежем Кеписом, венгерского происхождения художником и изобретателем, который был учеником Махой-Нади, но не по Баухаузу, а уже по чикагскому Баухаузу, то есть по американской ветке Баухауза, поэтому там вот эта прямая связь с историческим авангардом, она все-таки осуществилась, и когда Пина делает свой проект в Касселе, он там как-то тоже в 1977 году, как бы это не очень оказывается с энтузиазмом воспринято, потому что это не то, что тогда воспринималось и как скульптура, но потом он в том же году повторяет это в Вашингтоне на национальном моле, национальный мол — это то, что соединяет Капитолий, там Белый дом, все мемориалы, и одновременно на этом же моле находятся все главные музеи Вашингтона, в общем, прекрасные музеи, в том числе современного искусства, вот на этом месте, которое, наверное, такое самое официальное место Америки с одной стороны, с другой стороны, это достаточно приятное место там с газонами и прогулками, да, и с массовыми гуляниями, вот, он делает этот самый перформанс, и там неожиданно туда приходит толпа народа, да, и его воспринимают гораздо с большим энтузиазмом, чем в Касселе, потому что приходят люди, для которых это не современное искусство, которое непонятно, да, для которых это прекрасное зрелище, для которых это огромное шоу, и там, в общем, пользуются огромным успехом, и действительно, может быть, удивительное свойство именно в Америке, что там никто современного искусства не боится, там воспринимают, если это прекрасное зрелище, то совершенно неважно, как это называется, это прекрасное зрелище, И вот это расширение поля искусства там как раз, собственно говоря, произошло. И с конца 60-х годов именно в Америке Пина начинает придумывать вот этот самый скай-арт, небесное искусство, огромные надувные конструкции, которые расчерчивают, которые отрываются от земли, собственно говоря, расчерчивают небо, создают некие скульптуры или некую утопическую архитектуру в небе. Это тоже такая идея, ну там все научно-фантастические фильмы, это про то, что в небе что-то летает, туда устремляются мосты, переходы, небоскребы и так далее. Такое воплощение утопии, утопии вот этих надувных, легких, прозрачных конструкций парящих. И тоже для Пина связанное с этим изживанием страха войны, потому что во время войны, когда он там еще совсем почти подростком, наверное, должен был выполнять свой долг, патриотические и воинские, и там задания, которые давали вот таким подросткам, да, это быть дозорным, смотреть в небо, ждать, когда самолеты появятся. И вот это ощущение, что любое пятно света в небе является угрозой. И второе, у него в одном из интервью, он прекрасно совершенно рассказывает историю, что в конце войны он уже, все закончилось, он уже идет домой, идет пешком, пытается перебраться через реку, через Эльбу, выходит к этой реке, огромный, широченный, видит вот это небо, синее небо, которое отражается в этой реке, и понимает, что только после того, что война закончилась, потому что именно после, теперь небо синее, безоблачное, не несет угрозы, потому что во время войны небо – это угроза. Хорошо, когда темно, хорошо, когда дождь, потому что тогда не могут летать самолеты, тогда не так опасно, что разбомбят, и что синее небо – это всегда угроза, а здесь это синее небо – это, наконец, вот абсолютное, наконец, его можно не бояться, и поэтому вот эта устремленность в небо, которые, эти прекрасные, парящие в небесах конструкции, которые он создает, вот, и тоже еще одна очень важная для него вещь, которую он формирует, что для художников предыдущего поколения, говорит Пиново, говорил Пиново в одном из интервью, они работали с землей, с почвой, для них безопасность этого как-то ПС, да, и как дюбифе действительно, вот, там очень много было именно в европейском искусстве, такой землистый, грубый, глиняный фактуры, да, вот это вот, вот, и что-то, что, как бы, это ощущение безопасности, что это траншея, да, во время войны, куда ты можешь прятаться от страха войны, где ты можешь пережить этот ужас, и поэтому так важно, что следующее поколение было связано, что будет уже связано не с землей, а с небом, с этой устремленностью в небо, с этой устремленностью в космос, и вот эту устремленность в небо, он, собственно говоря, пытался показать это, что небо не страшное, что небо может быть обитаемым, что небо можно обжить, создавая вот эти вот замечательные небесные скульптуры, скай-арт, события всевозможные, вот этого вот обитаемого неба, неба, в котором могут создаваться картины и скульптуры. И один из самых его знаменитых, поскольку, естественно, это паблик-арт, естественно, это требует, это массовые события, которые воспринимались как массовые праздники в Соединенных Штатах, поэтому ему предлагают сделать одно из таких небесных событий для закрытия Олимпийских игр в Мюнхене, причем для церемонии закрытия. И эта церемония закрытия, вообще Мюнхенская Олимпиада, как известно, это очень трагическое событие, потому что на ней произошел теракт, и долго шли разговоры о том, стоит ли продолжать Олимпиаду после этого теракта или не стоит, ее решили продолжать, и решили все-таки сделать церемонию закрытия, то есть сделать праздник. И Пинн должен делать церемонию закрытия после теракта и после вот этой самой Олимпиады, которая одна из самых страшных событий в европейской истории. И он делает вот эту самую огромную радугу, это 600-метровая скульптура гелия, надутая гелием, и радугу, как вот этот мирный договор между Богом и человеком, как изначально, что значит радуга, после всемирного потопа, по-моему, что все возможно, как знак надежды. И вот он делает эту самую огромную скульптуру, которая, естественно, пользуясь, естественно, это все прекрасно проходит, он даже делает, у него был такой небольшой период, когда он делал декоративно-прикладное искусство, вот с этой самой радугой, такую серию всякого сувенирки, да, которая возникла еще как сувенирная продукция после этой самой Олимпийской символики, да, в том числе. И вот эти самые световые скульптуры, световые, как бы, надувные скульптуры, это то, что стало его изобретением, то, что он постоянно делал, и, наверное, самое грандиозное, что он делает, он делает в 2014 году, когда новая галерея берлинская, огромное прекрасное здание, построенное миссом Ван-де-Рой, опять-таки, это последнее здание миссы Ван-де-Рой, опять-таки, одного из метров Баухауса, и вот он для него делает вот такое колоссальное шоу, и в день открытия этого шоу он умирает, как бы, все-таки, сделав вот эту тут прекрасную ретроспективу. Давайте посмотрим, еще один ролик покажите, собственно, как выглядело это последнее. Спасибо. Спасибо. И следующий наш герой Саи Га Цан, китайский художник, выросший, родившийся в приморском городе Цюаньчжоу, в очень интеллигентной семье, что важно, поскольку это такой советский Китай, где только, если ты внутри, его отец был каллиграфом и работал в книжном магазине, хозяином, естественно, он не мог быть в советское время, и Га Цан получает образование художественное, но достаточно специальное, он учится в Шанхайском институте театральном на сценографии, и поэтому то, что в том, что он делает, может быть, сценографии каких-то спецэффектов больше, чем такого классического искусства, хотя классическое искусство там тоже есть. И в 1986 году он уезжает из Китая, потому что Китай того времени не очень способствовал, так сказать, занятиям современным искусством, но уезжает он не на Запад, как Айвэйвэ, а уезжает он в Японию. И что для него было очень сильным открытием, потому что именно в Японии он открывает на самом деле то, что было общего у японской и китайской культуры, наследие буддизма, традиционная живопись, то есть, собственно говоря, общие основы, но которые в Китае, в Софияском Китае невозможно было понять, невозможно было узнать, потому что была абсолютно выморана вот эта самая, собственно, восточная традиция, которую он для себя открывает в большей степени в Японии, чем в Китае, где это все было покрыто забвением. И поэтому он начинает в Японии работать, придумывать собственную технику. Это вот такие вот живописные картины, которые на бумаге, которые выглядят как традиционная живопись тушью, но которые сделаны в совершенно необычной, уникальной технике, которую придумывает именно Сайга Цан. Это картина, сделанная порохом. То есть, собственно говоря, это та же самая живопись огнем, живопись дымом, но сделанная при помощи пороха. Порох – это, как известно, китайское изобретение, и это исследование вот этой самой идентичности культуры, но вот таким странным образом. Порох был придуман, как бы, почему появляется этот порох, почему появляется работа с порохом. Порох, как считается, был придуман как лекарство, в поисках лекарства. Его придумывала одна из версий, что его открыли доосы в поисках эликсира бессмертия. И поэтому в самом названии китайском порохе содержится слово «медицина», содержится слово «здоровье». Поэтому это уже один из сюжетов, которыми Гацан вначале работает. Это история, которая у него будет продолжаться. Это все, что связано с традиционной медициной китайской. Вот такой автопортрет, тоже сделанный в этой технике живописи порохом, но который показывает еще схему для акупунктуры, если я не ошибаюсь. Я не очень хороший знаток традиционной китайской медицины, но будем считать, что это так. И тогда же он начинает делать живопись порохом, которую он продолжает, и начинает придумывать грандиозные события, такой вариант огненного искусства, ленд-арта, который он называет, это проект, несколько цикл проектов, который он называет «Искусство для инопланетян». Это то искусство, которое можно увидеть из космоса. Это то искусство, которое позволяет инопланетянам гипотетическим увидеть наш мир из космоса, увидеть некую цельность этого мира, потому что для Гацана был очень какой-то вечный сюжет, восточная культура, западная культура, восточная цивилизация, западная цивилизация. Ему надо было из этой ловушки выйти, поэтому он придумывает историю, что давайте не будем выяснять это противостояние Востока и Запада или конфликт Востока и Запада, а вместо социалистического и капиталистического мира. Давайте лучше представим, все-таки вернемся к ощущению единства мира и увидим его с точки зрения инопланетян. И он придумывает вот эти грандиозные взрывы, некие огненные события, сделанные при помощи пороха и динамита, которые нужно видеть из космоса. Это одно из первых. Сначала придумывает как гипотетические проекты, как абсолютную утопию. Вот такой огромный дракон, который должен был видеть из космоса. Дракон, который для японской и китайской культуры – это божество, это не чудовище, это не угроза, это наоборот божество. И любой взрыв – это всегда любой язык пламени. В нем всегда есть дракон, как считают в Японии, как Гацан тоже в одном из интервью рассказывает. И вот этот прекрасный огненный дракон, который сначала возникает, как проект, сделанный порохом, для того, чтобы это однажды стало ленд-артом, сделанным порохом. Но этот проект он не осуществляет. Осуществляет он его несколько позже. Вот такой воздушный змей, воздушный дракон, которого поджигают в небе, он оставляет след. Вот это один из вариантов, как это могло выглядеть. И потом он начинает придумывать следующую историю, следующую серию про то, как некие взрывы огромные могли бы создавать призрачную архитектуру, восстанавливать ту архитектуру, те сооружения, которых больше нет. Например, в 1989 году он придумывает проект восстановления Берлинской стены, который в тот момент как раз сносит. Потому что это тоже входит в серию проект для инопланетян. В какой-то момент Берлинская стена восстает в виде огромного взрыва, в виде стены огня, потому что ни одна стена никогда не рушится на самом деле. Все стены, которые невидимы, они все равно продолжают существовать. И надо для человека из соцлагеря, это очень важный сюжет, что так просто эти стены не разрушишь. Поэтому инопланетянам надо показать эту стену, которая возникает, которая становится видимой в какой-то момент. И следующий проект, который он придумывает, это тоже для инопланетян, это проект «Продлить великую китайскую стену». Придумывает он его в 1990 году. Пока что это вот такие прекрасные эскизы, в виде стилизованные по традиционной дальневосточной свитки. Но в 1993 году он все-таки делает этот проект. И действительно возникает вот эта вот огненная стена, эфемерная, но тем не менее вполне зрелищная. Инопланетяне, скорее всего, ее оценили, если они ее видели, и земляне тоже. И истории, да, неких проектов, которые можно назвать таким вот ленд-артом. Проекты, которые одновременно показывают, это такие сделанные рукотворные катастрофы, которые снимают это ощущение, да, что взрыв – это всегда разрушение, что взрыв – это всегда катастрофа. Порох, с которым работает Сайга Цан, это совершенно не обязательно отсылает к… То есть это в том числе война, это в том числе разрушение, это в том числе какая-то деструкция. Но при этом порох – это фейерверк, это что-то очень обыденное для китайцев. По различным версиям, как бы фейерверк, порох, когда его изобрели, стали чуть ли не раньше использовать для фейерверков, и для каких-то праздничных событий, и только потом стали использовать в военных целях. И фейерверк – это тоже, как рассказывает сам Га Цан, это то, что его сопровождало все детство, да. Все время в честь любого события устраивается фейерверк, запускаются петарды, да, как сейчас у нас. Ну, там, похороны, свадьбы, рождение ребенка, открытие магазина, по любому поводу, в городе, где он вырос, да, все время где-то кто-то запускает фейерверк. Это любое событие сопровождается этим фейерверком. Поэтому это такой огонь, который стал очень обыденным, это взрыв, который стал очень обыденным, в котором есть ощущение катастрофы, да, вот это то, что есть в фейерверке, в любом это ощущение одновременно вот этого соединения катастрофы и праздника, что это как бы страх и ликование. Кроме того, порох и взрыв – это всегда как то же, что для Га Цана важно. Это смешение земли и неба, это то, что вот взвесь, взвесь, которая позволяет смешаться с этим двум элементом, и это большой взрыв, да, это вот то, из чего возник мир. И вот с этими всеми большим взрывом, с этим ощущением как бы праздника, катастрофы, замирания времени, замирания времени и пространства, которые обнуляются в момент этого взрыва, вот с этими взрывами он начинает работать, придумывая там вот тоже такой утопический проект, например, огромных, огромных следов, которые оставляют, остаются в небе, да, это лунного затмения, который, это проект уже землян для землян, которые делают космос, обращаясь к землянам. Вот вся история про то, что такое, про некое отсылание к другим мирам, к другому разуму, ощущение, что такое цельность Земли, да, не человечества, а именно Земли как планеты, которую можно почувствовать, только обращаясь, представив себе гипотетическое существование другого разума, других миров. И вот эти события, которые одновременно являются и катастрофическими, и праздничными. Вот такое, как бы, в земле тоже есть черные дыры, как в космосе. Это событие, которое Сайгатсан делает в самом, так сказать, неожиданном для такого истории про прекрасную красоту, катастроф и месте. Он делает это в Хиросиме. И делает он это, потому что сначала ему предлагали сделать проект на открытие азиатских олимпийских игр. Вариант азиатской олимпиады, а какое-то огромное спортивное событие азиатского континента. И он придумывает проект, который ему не позволяют сделать, потому что в Хиросиме это все-таки очень страшно. Он придумывает, что этот факел, огонь олимпийский, должен был зажигаться с вертолета, что к нему, к факелу, идет огромный 600-метровый что-то вроде Бигфордова шнура, и он зажигается таким столпом огня, который сходит с неба, что было невероятно красиво, но что как-то было сочтено неуместным или неосуществимым. Тем не менее, он делает вот такой вот проект, в котором тоже есть ощущение красоты, катастрофы и некого изживания страха перед мирозданием, потому что это невероятно красиво. Вот он делает его в Хиросиме, и несколько позже, в 2008 году, он делает еще один проект для Хиросимы, как мемориал этой атомной бомбардировки, он делает черный фейерверк. Вот такое вот, такое очень мемориальное событие, и в 1995 году он переезжает из Японии в Соединенные Штаты, и первый проект, который он там делает, это опять-таки проект, связанный с взрывами, с атомным гребом, с этим нашим страхом людей XX века перед этой угрозой. Проект, который сначала хотел сделать по всему миру, хотел сделать его во всех странах, где есть, у которых есть ядерное оружие, сделать фейерверки, имитирующие облако, атомное облако. Но в результате делает он его только в Соединенных Штатах, делает он такие очень маленькие, в общем, карманные взрывы, карманные фейерверки, и делает он их во всех самых знаковых для него местах Соединенных Штатов, это вот такой вот иконический вид на Статуи Свободы, на Манхэттен, пустыня Невада, где проводились ядерные испытания, и несколько вот таких знаковых мест ленд-арта, это двойной негатив Майкла Хейзера, спиральная дамба Роберта Смитсона, то есть, собственно говоря, произведения американских ленд-артистов, которые для него были бы очень значимы, поскольку он продолжает традицию ленд-арта, вот такого покорения, как попытки человека соизмерить себя с природой, но он как бы показывает вот такую обратную сторону, вот эти атомные грибы, поэтому, на самом деле, что его проект не является политическим, что это указание на эту опасность, но абсолютно вот никакого там такого агитационного месседжа там нету, хотя, в общем, вот, и другая стихия, которая для него тоже очень важна, в Америке он начинает, немножко меняет жанр, формат своей работы, если он, в Японии он работает в основном с этой живописью, порохом, и с утопическими проектами порохового ленд-арта, в Америке он начинает создавать огромные инсталляции, и один из первых сюжетов, который у него появляется, как бы сюжет, как бы противоположный тому, огненной стихии, небесной стихии, он начинает, и тоже у него постоянно присутствует, еще начинает работать с лодками, причем-то все это настоящие лодки, он родился в Цюаньчжо, это приморский город, где эти там рыбацкие, поэтому эти лодки, это тоже то, с чем он был окружен, и вот начинает, и в Японии он тоже работает и селится в приморском городе, и наблюдает, как удивительным образом, как Япония, в которой ему все там очень близкая страна, интересная, но при этом поражает, насколько в этой стране, насколько у него огромный комплекс перед Западом, обожание Запада, и комплекс перед Западом, тоже как у побежденной страны, и в какой-то в том приморском городе, где он живет, он видит, как выбрасывают и затапливают все эти старинные деревянные лодки, заменяя их более современными, там, металлическими, и он начинает работать вот с этими старыми лодками, там, которые он выставляет, и лодки, и корабли тоже становятся одним из постоянных его сюжетов, вот, как бы такая инсталляция 1994 года, и когда в 1995 году он впервые принимает участие в Венецианской биеннале, он делает там проект, что Марко Поло забыл привезти в Венецию, что он забыл привезти из Китая, ну, про Марко Поло, там, ну, на каждой венецианской биеннале кто-то делает проект, вот на предыдущей биеннале был проект, тоже посвященный культурному обмену, проект рекретатирования, да, о котором я рассказывала, да, когда он тоже на металлической лодке делал кухню, кормил всех вот этой лапшой, ромен, которая, то, что в Китае, в Италию теоретически попало из Китая с Марко Поло, и это такое продолжение, где Гацан проплывает по венецианским каналам на настоящей старинной китайской лодке, привезенной из его родного города, и еще то, что он показывает на этой венецианской биеннале, он показывает проект, посвященный китайской медицине, он показывает вот такие там схемы для акупунктуры, и такой автомат торговый, который заряжен не чипсами и газировкой, а заряжен всякими китайскими лекарствами, китайской медициной, травяными отварами, вот всяким чем-то таким очень целебным и экзотическим, и два года спустя он опять-таки по-моему участвует в венецианской биеннале и делает там вот такой вот проект, дракон прилетел, это деревянная невероятная ракета, космический корабль, вот эта тема космоса, которая тоже для него очень важна, но это космический корабль, сделанный из досок от этих самых старых затопленных лодок, вот это старое, старое, как бы ненужное, выброшенное дерево, корабли, которые никому не нужны, которые надо спасать, которые превращаются в ракету, которая вполне может куда-то улететь, вот еще одна такая прекрасная лодка, утыканная стрелами, опирающаяся на какую-то традиционную китайскую историю, проник в притчу военное про сражение, которое происходит в третьем веке нашей эры, и нужно срочно, чтобы армия получила срочно, за 10 дней получила 10 тысяч стрел, что невозможно, и тогда идут на хитрость, и в туманную погоду выплывают, это стражение происходит на берегах, на реке Янзы, эти корабли выходят обложенные тюками соломы, их начинают обстреливать враги, и они приходят с этими стрелами, которые в них впились, и потом, наловив этих вражеских стрел, начинают этими же стрелами обстреливать врагов, и вот китайская байка, из которых Гацан придумывает очень красивую инсталляцию, где-то лодка, которая просто ощеривается этими стрелами и превращается в дикобраза какого-то, израненное одновременно уже угрожающее создание, вот эта идея со стрелами, которая тоже будет постоянно, как и с лодками, будет постоянно повторяться, лодка из Японии, найденная, как раз вот эта лодка, найденная у берегов в Японии, в том японском городе, где он работал, и эта лодка, которая за вот эти черепки, которыми она наполнена, это черепки китайского фарфора, китайские статуэтки богини Гуанинь, богини Канон, которые общие для Китая и для Японии, вот такое кораблекрушение, крах культур, которое могло произойти, ну там все вариации с этими лодками, действительно такие красивые, огромные инсталляции, и, может быть, недавнее его продолжение этой темы, это выставка сделанная в музее Дохи, да, это морской шелковый путь, который мог связывать арабский мир и Китай, вот такие вот и китайские, и арабские корабли настоящие, наверное, более-менее, которые плавают в огромном бассейне в тумане, вот такой невероятной, это невероятная зрелищность, и художник, да, это действительно сценограф, человек, который делает, может быть, самое зрелищное, извини, такое, чересчур зрелищное искусство, как его во многом упрекают, но невозможно не сказать «ах», да, это действительно такой немедленный эффект, вот, и поскольку еще один сюжет, связанный со взрывами, который переходит в его инсталляции, когда начинает делать инсталляции, наверное, то вот эта идея, все находится в воздухе, все буквально взлетело на воздух, все парит в небе, любая инсталляция парит в небе, вот такая вот штука, это надутые кожи, которые, эти, бурдюки, которые превращаются в такую вот вереницу летающую, арка, лук Чингисхана или ковчег Чингисхана, все это парит в воздухе, это выглядит как пародия на инсталляцию Бойса с салазками, которые, стая, с салазками, которые катятся по земле, потому что именно эти салазки, это, может быть, самое быстрое средство перемещения, и диалог с Бойсом для Сая Гацана тоже, наверное, очень значимый, потому что для него Бойс это как раз вот то западное искусство, которое он не очень понимает, потому что экологические проблемы, как их предлагает Бойс, представляет Бойс, это то, что немыслимо для восточного человека, который не отделяет себя от природы, в отличие от западного человека, который отделяет себя от природы и считают, что природу надо охранять. Здесь это просто некое единство. Поэтому возникает почти пародия на Бойса, где уже не нужно катиться по земле, а можно просто взлететь на воздух. И устроить некие аттракционы. Это действительно выставки аттракционной, инсталляции аттракционной. Вот такая вот инсталляция, в которой выставочная, в которой зрители могли кататься на лодках, поэтому внутри этой инсталляции кататься, спускаться на вот таких вот, то есть такие американские горки, как инсталляция, что меняет ощущение времени. Потому что так мало времени, чтобы все это осмотреть. Это такой ошарашивающий опыт, это такой действительно экспириенс, в большей степени, чем зрелище. И время, и экспириенс, и то, что зрители оказываются внутри, тоже для Гацана очень важно. И одна из вот таких самых грандиозных проектов, это инсталляция, которую он делает для своей первой выставки в музее Гугенхайма. Сначала показано, насколько я понимаю, все-таки не в Нью-Йоркском Гугенхайме, а в Гугенхайме Бельбао. Это был огромный проект, который назывался «I want to believe, я хочу поверить». И отсылал, собственно говоря, к слогану сериала «Секретные материалы», который, я думаю, для Сая Гацана, с его историями про пришельцев, с его стремленностью в космос, с его ощущением, что в мире должны оставаться тайны. Собственно говоря, отсылка к этому сериалу достаточно была значима. И вот такая огромная выставка, в которой одна из главных инсталляций, это девять машин, как бы взрывающихся и пронзенных фейерверками, которые должны были не в варианте Гугенхаймурской инсталляции, а в таком варианте. Это композиция, которая строилась, как китайский свиток, что ты ее не видишь всю, с одной точки зрения, ты должен ее пройти, она постепенно перед тобой, как свиток, разворачивается. Композиция, в которой есть невероятная эффектность, в которой есть ощущение 2004 года, ощущение угрозы терроризма, потому что бомбы, подложенные в машине, это был вариант теракта. И есть ощущение невероятной красоты этого всего. Это такая вот сцена автокатастрофы из голливудского фильма, что для культ катастрофы, которая существует в Америке, потому что для Агатсана, когда он приехал в Америку, после Японии, когда он попал из Китая в Японию, для него это была страна со схожей культурой, со схожими верованиями, со схожей основой, со схожим мироощущением, с другой политической, экономической системой. Поэтому там он работал, собственно, с темами общими для Китая и для Японии, с восточными темами. Когда он попадает в Америку, он видит страну с той же системой, более экономической, условно говоря, что и в Японии, но при этом с абсолютно другим мировоззрением. И он начинает работать с темами культурного шока, с темами страха и паранойи, угрозы, которая была в Америке после 11 сентября. С этими же сюжетами он и работает, поэтому это ощущение катастрофы, превращающейся в фейерверк, вот этих самых взрывающихся машин, которые он там показывает. И сопровождалось это все вот еще видеофильмом иллюзии с машиной, которая стоит на Тайм-сквере, которая взрывается, но взрывается тоже таким роскошным фейерверком. Так что все является иллюзией, что все является как бы... И вторая, второй часть, да, там была неуместность, первая сцена с машинами и неуместность, вторая сцена с такими тиграми в натуральную величину, их тоже там, по-моему, их 9 штук, продзенных стрелами, как эти самые лодки, утыканные стрелами, которые у него появляются раньше, стилизованные тоже по традиционные китайские свитки, в которых были сюжеты с тиграми, и тигры, которые становятся героизмом, да, что этот умирающий тигр, что это абсолютно изменившееся событие, что уже не охотник, который его подстрелил, а герой сам этот тигр, который в момент своей смерти, в момент, когда он утыкан стрелами, становится еще героичнее, там, и страшнее, чем пока это живое, пока он еще обычный тигр. И вот с этим ощущением угрозы Гацан в Америке работает постоянно, вот такой вот счастливого полета, огромный, невероятный, как бы самолет, который утыкан, то, что в него воткнуто, это всякие предметы, которые изъяты в аэропорту у пассажиров, ножницы, пилочки, всякие невинные предметы, которые изымают из сумки безопасность, и которые, как известно, и которые никогда еще никаких терактов не предотвратили, вот с этим ощущением страха, угрозы, опасности, и паранойи, с которым он тоже начинает работать. Ну, тоже одна из его самых таких пронзительных инсталляций. 99 волков, которые вот такой бесконечной вереницей стремляются к стене, к стеклянной стене, невидимой, и ударяются об нее, и продолжают дальше. Сделана она в Берлине после того, и это тоже такая, в общем, считается, что это аллюзия на берлинскую стену, на вот эту самую невидимую стену, которая даже, когда она разрушается, все равно продолжает существовать, ту самую берлинскую стену, которую Гацан хотел реконструировать в своем фейерверке, то есть не реконструировать, а показать, что она все еще существует. И, конечно, это достаточно страшное зрелище, это бесконечные эти самые волки, как бесконечные вереницы, стремящиеся к этой стене, отскакивающие от нее и опять возвращающиеся по кругу, чтобы еще раз об нее удариться, с ощущением невероятной жестокости, которая в этом есть. Это не чучело, эта фигура, то есть никаких волков для этого не умерщвлять, для этой инсталляции. И тоже работа с этими фигурами, натуралистическими фигурами животных, с таким ощущением страшной природы, которая у Гацана будет постоянно повторяться, вот такие летящие вместе, это для той же самой выставки в Дохе, первой выставки Гацана в арабском мире. Ястребы и верблюды – это такие символы арабской культуры, арабского мира, которые у него оказываются в таком очень красивом и жутком сочетании, взлетевшими на воздух. И это тоже для его видения природы, потому что он говорит, что природа в принципе жестока, что не надо идеализировать природу и считать, что там все очень мирно. Это все достаточно страшный мир, это мир, основанный на жестокости, и это мир, в котором, например, условием выживания леса являются лесные пожары. Если лес не будет выгорать время от времени, то он умрет, там все прекратится. Вот такое видение природы. Иногда достаточно идиллическое, как такой райский водопой, где все пьют рядом, тигры, лани. Иногда природа, которая пронизывает любое культурное пространство, огромный эвкалипт, который пронизывает весь музей, или огромная лоза, которая может пронизывать любые публичные пространства, музейные пространства. Вот такой вот жутковатый ковчег, который плыл по... Это первая выставка, такая огромная ретроспектива Гацана, которая была в Шанхае, в недавно там открывшемся роскошном новом музее современного искусства, который в старой, в бывшей электростанции размещен, как такой китайский вариант Тейт Модерн, да, и вот по реке, как часть этой выставки была вот этот самый такой ковчег, который плывет по реке, чтобы потом оказаться в музейных залах, ковчег, наполненный всевозможными животными, которые, в общем, не то чтобы очень хорошо там себя чувствуют. И такая же, как бы вот еще одна история про такую угрозу, это прозрачный монумент, это проект, который Гацан делал на крыше музея Метрополитен в Нью-Йорке, такое специальное место, такое аудорное, выставочное пространство, это крыша, с видом на центральный парк, с видом на Нью-Йорк, и 2006 год, там стоял вот такой вот, как бы крокодил, опять-таки, утыканный вот этими всеми предметами, которые изъятыми службы безопасности в аэропорту, но, собственно, главным предметом был вот этот пустое, пустое стекло, невидимый, собственно, вот этот невидимый монумент, через который можно было посмотреть на то место, где были башни-близнецы и исчезнувшие. И вот этот угроза, вот этот самый крокодил, как это угроза, страх, который надо победить, и вот эта пустота зияющая. И еще одним сюжетом, еще одной частью этого проекта, невидимого планетника, был опять-таки фейерверк, который Гацан сделал, запустил на центральный парк, это черный фейерверк, черное облако, которое там появлялось. Собственно, после его работы с порохом, фейерверки стали одним из, Гацан, это единственный художник, который делает фейерверки, как современное искусство и делает всякие огромные церемонии. Это очень красивые, разные зрелища вот этого ужаса и праздника, света, с которым он работает. Вот тоже такая, тоже к 1 сентября, живопись с самолетными следами в воздухе, огромные дневные фейерверки, которые состоят не из света, а из дыма, вот красный флаг, там черная радуга, там, и самый знаменитый, наверное, его проект, собственно говоря, при том, что он живет в Америке в 2008 году, его Китай призвал сделать церемонию открытия и закрытия Пекинской Олимпиады, где он, собственно говоря, делал пиротехнику, делал эти невероятные пиротехнические эффекты, в том числе, вот этот на закрытии Олимпиады, бывший фейерверк, который назывался «Шаги истории», и, наверное, отсылал, собственно, эту реализацию его проекта 90-го года, который он сделал вот с этими шагами, огромными шагами, взрывами в одном из проектов для инопланетя. Давайте одно видео посмотрим. Просто как выглядит черный фейерверк. Олимпиады, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот все варианты этих действительно невероятных фейерверков, которые он устраивает, которые для него становятся действительно медиумом современного искусства. Это лайт-лайт-шоу, но остаются при этом действительно невероятным шоу, невероятным зрелищем. И продолжает заниматься живописью-порохом, но которая превращается в такие огромные инсталляции, огромные пространства, заполненные целиком этими свитками. Это все равно выглядят как китайские свитки, но свитками, которые изображают как бы следы этого пороха в ландшафтах. Это всегда ландшафтные картины, которые отражаются в воде. И то, что у него появилось новое, потому что когда он делал это в Японии, когда он начинал заниматься живописью-порохом, это были его личные эксперименты. И в 2000-е годы он начинает это делать публично, он начинает это опять-таки с айгатца, начинает делать эту живопись с взрывами, как перформанс. Вот как это выглядело в Шанхайском музее современного искусства. Это огромное здание электростанции. И то, что из этого получилось, это замечательный свиток, панно представляющее. Бунт – это знаменитая набережная шанхайская, вот такая одна из самых красивых набережных мира. Как он выглядит без нас, как он выглядит после катастрофы, как он выглядит после этого взрыва. Потрясающий проект, который он сделал, опять-таки, для выставки в Дохе, это надпись «Фражайл», которая выжжена порохом по тончайшим-тончайшим плиткам из фарфора. Как это можно было сделать технически? Это тоже невероятно, но действительно это ощущение хрупкости. И там же он делает с тенями и с самими фигурками, такие 99 лошадей, вот еще одна вереница, еще одно множество животных, которых он представляет, удвоенные тенями. И вообще вот эта идея бесконечной множественности предметов, бесконечной, которая есть у Гацана, которая есть у Айвэйвэя, которая есть у очень многих китайских художников, у Гацан дает потрясающее объяснение, потому что для него эта идея неисчислимости в китайской культуре и в японской культуре связана с идеей пустоты. Есть вот эта вот дзенская пустота, дзенское ничто, которое завораживало европейских, западных художников и музыкантов, но когда-то ничто и небытие показывали через отсутствие предметов, через пустоту. Гацан говорит, что в восточном искусстве это показывается через бесконечное множество, вот эти все храмы с 10 тысяч статуй Будды. Когда их 10 тысяч, когда они неисчислимы, их нету. И вот эта неисчислимость, это указание идеи пустоты, это указание вот этого прекрасного ничто, на котором основана восточная культура, дальневосточная культура, такое очень неожиданное объяснение от Гацана, вот тоже это умножение, которое он показывает. И все эти взрывные работы, которые превращаются в перформанс, и в перформанс с участием добровольцев, с участием зрителей, все-таки не волонтеров. Проект, который он делает в 2012 году для Лос-Анджелеса, для Лос-Анджелесского музея. Проект, который опять-таки возвращается к его любимым темам космоса, непознанного ухода инопланетян, космический корабль детства, там вот прекрасные сами эти нулевая степень гравитации, вот эти круги, которые как бы оставлены, оставляемые пришельцами на полях, то есть все вот эти самые темы там секретных материалов, условно говоря, и мечты о космосе, которые он повторяет, выжигая в том числе вот такую вот картинку на фасаде как бы инопланетного происхождения, сделанную тоже в виде огромного фейерверка. И как выглядит живопись порохом как шоу, тоже мы сейчас посмотрим на видео, как это может быть обставлено, церемония. Так, окей. Так, окей. Так, окей. Продолжение следует... 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 Тоже в разных выставочных пространствах. Одна из них – это выставка в Гугенхайме, во время ретроспективы Гацана, где эта скульптурная группа растягивалась по всей этой огромной спирали гугенхаймовской и уже успевала распасться. Причем самому Гацану эти соцреалистические темы, как выяснять абсолютно не чуждо. В 2011 году он делал проект в городе Донецке, там была такая фонда изоляции, которая существовала на бывшем заводе из-за материалов, и делал самые разные огромные художные проекты, там был проект Бюрена. И он делал в этой шахте вот такую вот инсталляцию из вагонеток и с такими героическими портретами шахтеров, которые сделаны опять-таки в этой самой его технике живописи порохом или динамитом взрывной живописи. Ну, может быть, самый его интересный из недавних проектов, связанный тоже и с идеей культурного Рэдди Мэйда, и с идеей соучастия других людей, в том числе не художников, в его проекте. Это проект, который сначала был показан в Шанхае на всемирной выставке, и потом был показан в Бразилии, где он стал самой посещаемой выставкой ныне живого художника за всю историю, потому что посетил миллион человек. Вот, проект «Народный да Винчи» или «Крестьянский да Винчи». Что это такое? Это проект, для которого он собирал изобретения и произведения, сделанные китайскими крестьянами, которые что-то изобретают. Причем то, что он отбирал, это близкие ему сюжеты, это крестьяне, которые создают не новые какие-то крестьянские штуки, а создают самолеты, подводные лодки, ракеты. То есть вот это все воображение, связанное с космосом, с отрывом от почвы, с отрывом от земли, с прогрессом, с преодолением гравитации. То детское воображение, которое близко самому Гатсану, и которое он показывает, что есть у этих самых людей, которые живут в гораздо более архаической деревне, чем деревня западная, чем деревня европейская. Мечтают об этом полете, мечтают об этом космосе, мечтают об этом прогрессе и несут в себе вот эту невероятную креативность, которая для него очень важна. Он тоже замечательно говорит, что в одном из интервью, что я хочу, чтобы говорили не сделано в Китае, а создано в Китае. И что это действительно что-то созданное в Китае, вот эта невероятная креативность, которая есть в этих крестьянах, каждый из которых изобретатель, каждый из которых Леонардо да Винчи, и которые изобретают роботов. И вот в авторстве с одной из этих семейств, которая живет в деревне, развлекается тем, что придумывает роботов, Гатсан сделал вот такую инсталляцию с роботами-художниками, роботами, которые вот здесь и повторяют Ивак Кляйна, повторяют перформансы Ивак Кляйна. Ну, вот, собственно, на этом все. И на закуску я покажу вам фейерверк Сая Гатсана. И я думаю, что, если вы хотите задавать вопросы, то можно это делать во время этого самого ролика с фейерверком. Покажите видео, пожалуйста. Если у вас есть вопросы к Ирине, пожалуйста, поднимайте руки, я вам передам микрофон. Ирине, пожалуйста, поднимайте руки, я вам поднимаю. Ирина, можно вопрос? Вот, когда Цаик Гатсан делал картины свои, ну, свитки вот эти, сам процесс, ну, очень интересно, зрелищно выглядит. Но вот полотно, ну, видно, что была какая-то подготовка, да? А как он это делал? Вы знаете, я не знаю, просто такие технические подробности, которые, к сожалению, не могу представить. Я думаю, что там что-то смочено, да, чтобы не сгорело это полотно, где-то там просыпано, это, не знаю, это действительно надо как-то... То есть какая-то его технология уже? А? Это какая-то его технология. Да, да, уже такая отработанная достаточно. Спасибо большое Ирине за очень интересную лекцию. Спасибо большое вам, что... И спасибо большое вам, что вы провели этот вечер сегодня с нами здесь, в гараже. Следующая лекция Ирины Кулик из цикла «Несимметричные подобия» состоится здесь 20 мая в 19.30. Мы вас будем всех очень ждать. Спасибо.